Владимир Шарыпов отчитался о своей работе и работе администрации за прошлый год перед депутатами Ивановской городской думы. 2017-й стал отправной точкой для старта многих проектов и первые результаты можно оценить уже в этом году. В центре внимания проекты социальной сферы. Все новое, хорошо забытое, старое. Началось восстановление здания бывшего ДК «Меланжист». На баланс города принят спорткомплекс «Автокран». В Иванове открылся планетарий, а в этом году будет запущен детский технопарк «Кванториум». Создано 140 мест в дошкольных учреждениях. Если удастся получить федеральное финансирование, то в 2018-м начнется строительство детского сада в микрорайоне Рождественский. Самыми крупными дорожными проектами в минувшем году можно считать ремонт улицы Станкостроителей и реконструкцию вокзальной площади. К слову, из-за отсутствия полноценной окружной дороги все объездные пути расположены на территории муниципалитета. Их состояние на совести мэрии. Выезд из города в западном направлении осуществляется по магистральным улицам Некрасова, Ивановской, Парижской коммунной, Якова Горелина, Минской, в северном направлении по проспектам Ленина, Шереметьевском, улице Фрунзе, в южном направлении по улице Лежневской, в западном направлении по улицам Спартака, Сарментовой, в 8-му завокзальному переулку. Ремонт дорог по указанным улицам выполнен в период 2012-2015 годов. Капитальный ремонт дороги по загородному шоссе, обеспечивающему выезд из города в западном направлении, планируется выполнить в строительном сезоне 2018 года. В прошлом году мэру удалось не только познакомиться с активными и инициативными гражданами, но и решить сообща ряд проблем. В распоряжение города возвращен участок за мемориалом героям фронта и тыла. Теперь там разбит сквер памяти. В прошлом году появилась концепция конкурса «Бизнес-идея», а в марте 2018-го он стартовал. Задача конкурса – помочь молодым предпринимателям реализовать себя в родном городе, познакомить их с уже состоявшимися бизнесменами. По окончанию отчета депутаты могли задать Владимиру Шарипову свои вопросы. После 22 часов уехать куда-либо невозможно, общественного транспорта нет. Такую жалобу озвучил избранник от ЛДПР. По мере уменьшения пассажиропотока часть автобусов сходит с линией, пояснил глава. С 21 часа до 23.00 интервал движения подвижного состава 26.40 минут. Меры, которые мы можем применить к недобросовестным перевозчикам, не всегда действенны, к сожалению. Поскольку некоторые транспортные предприятия не имеют собственного парка автобусов и просто сдают в аренду маршрутные листы, то есть за определенную плату пускают работать на маршрут владельцев одного-двух автобусов. С подобным мы бизнесом будем бороться, процесс этот длительный. Думаю, что в течение ближайших двух лет ивановцы увидят и оценят позитивные изменения в сфере общественного транспорта. Деятельность главы города и администрации депутаты единогласно признали удовлетворительной.